Здравствуйте! В эфире информационная программа «Будни». Сегодня понедельник, 20 декабря. О событиях этого дня вам расскажут мои коллеги, корреспонденты Бийского телевидения и я, Ксения Цапко. А сейчас коротко о главных темах выпуска. Несколько коробок. Бичане собирают подарки для брошенных животных. За кадром. И что простые посетители никогда не увидят на художественной выставке. Пришлось обуть резиновые сапоги. В Бийске произошла коммунальная авария. Затопило улицу и подвал. С этого и начнем выпуск. Итак, начнем. В Бийске в минувшую субботу коммунальщики устраняли крупную аварию на сетях. Рано утром в районе Треста на магистральной трубе водоканала образовался дефект. Вода вышла на поверхность и затопила улицу Ломоносова и подвал жилого дома. Как рассказывают люди, сотрудники муниципального предприятия не торопились устранять последствия потопа. На место они приехали слишком поздно. Просыпаюсь так, в 5 часов утра в окошко. Нет, это не дождь. А-а-а! Мама родная! Да тут вообще все затонуло. И три мужчинка ходят, проверяют люки. Я начала сразу звонить домком, и я громарином и плаваю. Открыла подъезд, вода льется прям ручьем, ручьем огромным. Пошла, попробовала на улицу выйти, меня снесло водой, волной. Все, полно набрала галоши, пришла домой, давай звонить, меня трясет, не знаешь, что делать. На водоканале очень грубо, трясают трубку, мы знаем, авария. 11.45 было. Это вы подъехали? Да. М-частники. Ну, нам диспетчер сказал. Нет, я ничего не говорю. Мы загрузились и поехали. А водоканал приехал где-то 8, полдевятого где-то. Как они, мальчушки, сами сказали, мы с 8 пришли, сменились, пока оделись, пока снарядили все это, и поехали. Воды здесь было много, больше, чем во время обильных дождей и весеннего снеготаяния. Выйти из подъезда можно было только в резиновых сапогах, причем высоких. Подвальное помещение дома 122 по улице Чайковского оказалось затопленным. Откачивать воду начали только в районе обеда. Параллельно на участке, где и произошла авария, сотрудники водоканала проводили ремонтно-восстановительные работы. Руководитель муниципального предприятия пояснить что-либо на месте не смогла, тем самым оставив горожан без информации о том, в какое время планируется завершить ремонт и когда люди получат холодную воду. Что произошло? Ну, пока я комментарий не даю. А почему? Ну, записывайтесь на личный прием, дам комментарий. Нет, так подождите, авария произошла. Угоняем. Так вы можете сказать, что произошло? Чуть позже и без записи на личный прием. О ситуации нам рассказали в управлении жилищно-коммунального хозяйства. Порыв произошел на сетях диаметром 300 миллиметров. Пришлось менять небольшой участок трубы. Полностью устранить аварию удалось ближе к вечеру. Холодная вода в домах, попавших под отключение, появилась в 16 часов 45 минут. Сегодня в Бийске начали работать новые автоперевозчики, с которыми город заключил контракт на ближайшие три года. А накануне, в последний день работы по старым контрактам, некоторые предприниматели самовольно отказались выходить на линию. Добавим, что жители Бийска в воскресенье не смогли воспользоваться так называемым социальными маршрутами. Это 24, 48 и 10. С прибыльных 23 и 35 никто не ушел. Никакого наказания за срыв работы общественного транспорта не последует. Здесь администрация могла только применить самые жесткие меры и расторгнуть контракт. Но так как перевозчики работали последний день, терять им попросту было нечего. 85% жителей Бийска уже исполнили обязанность по уплате имущественных налогов. За землю горожане заплатили порядка 23 миллионов рублей. За имущество 96 миллионов. За транспортные средства госпказну пополнили еще на 177 миллионов рублей. Тем, кто не успел оплатить налоги до 1 декабря, начислят пеню. Всего за прошлый 2020 год жителям Наукограда насчитали 349 миллионов 517 тысяч рублей налогов. 15% ПИЧа на сегодняшний день числятся в должниках. При этом в налоговой службе объясняют, если игнорировать оплату, то ФНС начинает процедуру принудительного взыскания. Она включает в себя несколько этапов. Сначала вам направят требования об уплате недоимки с указанием срока для его добровольной оплаты. Отсутствие оплаты по требованию повлечет за собой подачу заявления в суд и передачу в службу судебных приставов для принудительного взыскания за должности. Задолженность может стать основанием для блокировки счета и запрета на выезд за пределы Российской Федерации, а также чреваться начислением пеней. Избежать подобного рода проблем и завершить год положительными эмоциями и добрыми воспоминаниями можно, если своевременно уплатить налоги и откладывать эту процедуру на последний день. Уточнить информацию о начислении и отсутствии налоговой задолженности можно, не выходя из дома, в своем личном кабинете на официальном сайте Федеральной налоговой службы или портале госуслуг. Если такой возможности нет, можно обратиться в налоговую инспекцию лично. В Бийске не зафиксировано ни одного случая заражения новым штаммом коронавируса. Омикрон впервые выявили в ЮАР. Сейчас заболевшие есть в Великобритании, США, Японии. Несколько случаев в центральной части России. Боятся ли жителям Наукограда новой волны, мы спросили у Ларисы Фоминской, заведующей инфекционным отделением Центральной городской больницы. Придет омикрон, назови его хоть дельтой, хоть великобританским, хоть британским, хоть индийским штаммом, хоть омикроном, хоть Дедом Морозом. Все равно очередная волна, она придет, и мы с ней будем бороться так же, как и с предыдущими волнами. Я не думаю, что это будет настолько уже все страшно, потому что мы за предыдущие два года, мы уже адаптированы к работе, знаем, как подходить к лечению и к уходу, и знаем, как это может протекать. Как отмечают бийские медики, уповать, что омикрон обойдет наш город стороной, не стоит. Новый штамм наверняка придет в бийск, но врачи надеются, что им будет легче с ним справиться. Ведь большинство горожан либо уже переболели ковид-19, а некоторые по второму разу, либо вакцинировались и перенесут возможную болезнь не так тяжело. А теперь расскажу о ковид-статистике. За минувшие сутки в Крае зарегистрировано 497 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В Барнауле 139, в Бийске 42. По состоянию на 20 декабря на лечение в инфекционных госпиталях региона с диагнозом ковид-19 находится 2608 человек. Кроме этого, 215 пациентов с диагнозом вирусная пневмония. Количество тяжелобольных 574. Из них подключено к аппаратам ИВЛ 193 пациента. По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки выздоровели 580 человек. Умерли 28. Все от коронавирусной инфекции. Ну а мы продолжаем, и вот о чем расскажем дальше. Несколько коробок бичане собирают подарки для брошенных животных. За кадром. И что простые посетители никогда не увидят на художественной выставке. Гипермаркет низких цен маяк на Казанцевых 58. Свинина охлажденная 190 8,90. Кальмар 239,90. Утка 248,90. Маяк на Казанцевых 58. По-настоящему низкие цены. Утепляйтесь без переплат. В Ермаке. Огромное поступление качественных зимних курток и пуховиков по актовым ценам. Митрофаново 35. Остановка вокзал. Корм, медикаменты, игрушки. Жители Бийска активно принимают участие в благотворительной акции «Санта Лапус». Акция проходит уже третий год подряд. В течение месяца волонтеры собирают дары для бездомных животных. А уже в январские выходные помощь от жителей Наукограда развезут по городским передержкам, где и размещаются бездомные кошки и собаки. Они уже его вскрыли. Ну-ка, тут еще какой-то тоже подписанный. Нам... Ой, ой, ой. Это он откуда упал? В этом году в акции принимают участие рекордное количество неравнодушных горожан. Если в первый год помочь животным решили 4 человека, то сейчас многие стали интересоваться, куда привезти корма и медикаменты для брошенных животных еще до официального старта акции «Санта Лапус». Как отмечают в автономной некоммерческой организации «Сытый котик», а именно они придумали этот проект, в этом году большую помощь оказывает арт-пространство «Календарь». Там предоставили помещение, куда каждый горожанин в любое удобное время может принести то, что хочет отдать животным. Поддержали акцию и эбийские школьники. Ребята из третьей школы собрали вкусняшки, а еще игрушки, наполнители, пеленки. А потом позвали в гости волонтеров, чтобы пообщаться, отдать подарки и узнать больше о потребностях бездомных животных Бийска. Как отмечают волонтеры из «Сытого котика», особенно приятно, что ребята отнеслись к акции с настоящей теплотой и нежностью. Подписали свои подарки и собственными руками изготовили игрушки. Ребята очень много собрали подарков. Мы были у них в гостях, мы общались с ребятишками. Столько эмоций мы получили, это вы уже не передать словами. Мы думали, что минут на 40 с ними посидим, пообщаемся. Нет, там мы больше часа сидели и фотографировались. Мы с котиками ездили, и они обнимались с котиками. Одному котику даже нашли дом. Такого в нашем городе еще не было. Бийские художники в короткий срок написали работы для уникальной выставки, посвященной 350-летию Петра I. Для посетителей открылась она сегодня, 20 декабря. А наша съемочная группа наблюдала, как проходило оформление выставочной экспозиции. Слово нашему корреспонденту. Пойдет? Теперь поднять. Нет, опустить. А при чем? Ну, мы еще высоту-то не выяснили. Вот так опустилась. Вот это красота. Бийский художник Сергей Иваненко, специально для выставки, посвященный основателю Бийска, написал сразу две работы. Своё видение улицы Советской на холст перенес за рекордно короткие сроки. За месяц. Шел в театр. Между прочим, шли в театр. И как раз вот этот момент, вот этот попал, он запал. Я именно что-то хотел такое, ну, и старый город зацепить, и что-то современность какая-то, вот как на данный момент. И вот как бы душа откликнулась, я пришел, прикинул, как бы эскизик, все лишнее убрал, ну, и заложил, а потом уже там доработал. Городские пейзажи, тематические натюрморты, портреты, даже трептих. Центральное место в выставке занимает скульптура виновника всей этой творческой суматохи, основателя Бийской, будущего юбиляра Петра Первого. Скульптура выполнена Сергеем Морозовым. Всего в необычном проекте приняли участие 14 художников города. Инициатор такого художественного эксперимента – Бийское отделение Демитовского фонда. Это историко-просветительский проект. Называется он «Будь славен град Петром рожденный». И посвящен он 350-летию со дня рождения российского императора и основателя нашего города Петра Великого. Мы очень надеемся, что эта выставка будет посещаема. Мы очень надеемся, что ее посмотрят школьники. И мы хотели бы, чтобы эта выставка носила передвижной характер. Думаю, обратимся к администрации и хотя бы в трех-четырех учебных заведениях или общественных учреждениях эта выставка поработала на радость людям. Свет, тематика, жанр. Во время размещения картин для выставки все имеет значение. Они очень разные, потому что отражают авторское восприятие Бийска. Сергей Иваненко рассказывает, что на участие в проекте художники согласились без раздумий. К тому же работать без каких-либо творческих ограничений оказалось очень интересно. Здесь каждый выбрал шанс, и все, оно пошло легко, все сделали в принципе. То есть вообще никаких проблем не было. Все с удовольствием, все рады. Не случайно выбранное место открытия выставки. Выставочный центр музея Алтайской духовной миссии. Времени познакомиться с творческим тематическим проектом у бийчана гостей города будет достаточно. Выставка открыта до весны будущего года. Марина Волкова, Андрей Сегаев, Будни. С удовольствием. Денис провел на ковре три встречи, досрочно обыграв представителей Латвии и Грузии. И только в одной второй финала Денис с минимальным преимуществом уступил представителю Украины. В итоге у бийского спортсмена бронза в весовой категории 64 килограмма. С заботой о бийчанах в бийске открылась и работает ярмарка «Обувь Беларусь». И как уже показала практика, сапогам и сапожкам из Беларуси не страшны алтайские морозы. Мягкие, удобные, а главное теплые, этим сапогам и сапожкам из Беларуси не страшны сибирские морозы. Экокожа в сочетании с натуральным мехом уверенно обеспечит уют вашим ножкам на зиму. Для любителей всего натурального широкий выбор моделей из натуральной кожи с утеплителем из овчины. А вот безопасное передвижение по льду вам гарантирует и любая из наших моделей. Комбинированные подошвы с полиуретана и каучука уверенно ведут себя в гололед. Обувь из Беларуси славится своим качеством и надежностью, а еще комфортом особенных ножек, требующих дополнительной заботы. Высокий подъем, выпирающие косточки, полнота. И эта высокая планка требований к предлагаемой покупателям обуви держится уже много лет. А найти в широком ассортименте свою пару обуви Каждому поможет опытный консультант. Предоставлены модели как для проблемных, так и стандартных ног. Надежные, качественно прошиты, проклеенные, что дает гарантии, что они не расклеятся и не промокнут. И прослужат вам долгие годы. Большой выбор моделей мужских и женских. И ждем вас всех за покупками. Ярмарка «Обувь Беларусь», Бийск, Гурналтайская, дом 26, Городской дворец культуры с 10 до 19 часов. А теперь пришло время рассказать о погоде на завтра. 21 декабря в Бийске будет пасмурно. Ожидается мокрый снег с дождем. Ветер западного направления слабый. Атмосферное давление и влажность воздуха будут высокими. Магнитное поле Земли спокойное. Температура ночью и днем похожая. От минус 1 до плюс 1 градуса. И это все новости на сегодня. Напоминаем, что выпуски информационной программы «Обудни» доступны в социальных сетях, в группах «Бийск, мой город», на ютубе, а также на официальном сайте газеты «Бийский рабочий» www.bework.ru Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова